Стальной хват России. Привет большой врач Илья, травматолог, настоящий врач, а еще и вдобавок чемпион Тульской области, абсолютный, по одному из видов спорта, который мы сейчас хотим вам показать, упражнение вот в этом виде спорта применяется, и зарубу с завтрашнего дня начать в нашей группе. Значит, смотрите, как мы зарубу назовем. Сейчас вам Илья все расскажет. Это вообще, как бы, у нас много армреслеров, ребят, кто занимается и даже профессионально занимается, все это поймут, но Илья сейчас расскажет, что мы будем делать. Всем привет! Статичный подъем на плечи лучевую мышцу. Ребят, отягощение располагается на полу. Ремнем или тюдоистским поясом наматываем на кисть, так, чтобы ремень не выходил за уровень кистевого сустава. Можно располагать ремень так, так сложнее, так, так. Второе условие. Большой палец должен смотреть вверх. То есть, такой подъем уже будет неправильным, уже будет задействован бицепс. Пальчик должен, и плюс нет, пясно-фаланговый сустав должен смотреть вверх-вверх. Вот это самое главное, потому что мы будем упражнение-то делать не подъем на бицепс, а подъем именно на плечи лучевую мышцу. То есть, на предплечье. Захват ориентировочно должен находить уровень кисти, на уровне пояса спортсмена. Ну, логично, если будет вот здесь вот рука, то и подъем проще будет. Статичный подъем. Подседаем. Локоть упирать можно. Корпусу второй рукой. Значит, убирать можно локоть в живот. Второй рукой не помогать. И встаем. Какие недопустимые подъемы? Недопустимо касание второй рукой, разворот кисти и смещение ремня. Естественно, если вы вот так вот привяжете, то уже подъем будет. Да, и как называется у Армезов пробитие кисти? Пробитие... Недопустимо. Ванов, уважаешь, тоже обращал на это внимание. То есть, пробитие кисти считается отклонением кистевого сустава. От приплесей в одной линии. Да, в сторону снаряда. Ну, и в таком положении, поверьте мне, вы не сможете поднять. То есть, одна линия, да? Одна линия у нас вот она. То есть, должен быть угол в кистевом суставчике 180 градусов, в локтевом около 90. Присели, подсели. Упор. Ну, хотите, можно и на весу лежать. Упираем и встаем. Так, линия спины. Надо к чему-то прислоняться? Или допустимо немножечко... Думаю, со спину мы не будем, чтобы ребята не травмировали что-то. Главное, чтобы коленочки выпрямились. Ага, то есть, согнулись и встали. Да. Вместе с весом. Значит, вес будем показывать на весах. И по блинам. Да, то есть, если есть надпись на блинах, какие блины по весу. Или ставим все это на весы. И показываем вес, общий вес на весах. Можно использовать гири любые. Все что угодно. Да, то есть, у нас мы, значит, все это... Гири, гири, гири мы можем вот этой веревочкой обмотать, правильно? Ну, как это назвать? Садушки. Все что угодно. Это лямка, веревка, ремень борцовский. Единственное, что чем уже, тем больнее будет. Поэтому лучше брать что-то вошире. Да, как-то так, да? Значит, видео выкладываем в раздел видеозаписи группы. Будет назван альбом, видео, альбом... Как у нас конкурс будет называться? Подъем на предплечье. Подъем на предплечье. То есть, туда выкладываем свои видео. И будем смотреть. Значит, судить будет вас Илья. Там посмотрим. Ну, главное, ребят, вы услышали, да. Да, вы услышали. Интересно. Да, просто интересно, сколько мы потянем. Интересно, какая у всех будет сила. Все, ребят, завтрашний день начнем. Будем соревноваться. Всем удачи, пока. Пока.